Как воспитать детей в христианском благочестии и чистоте? Как вы воспитывали своих детей? И что бы вы посоветовали своим чадам воспитание внуков? Главное всё время об этом думать. И стараться, чтобы между тем, что плохо, и сердцем ребёнка, было как можно большее расстояние. Ни книги, ни люди, ни родственники, от которых может прийти вред душе, от них держаться подальше. Как можно дальше. И вот начинают люди говорить. А когда, тогда с кем общаться моему ребёнку? Вот, очень интересная тема. Надо среди родственников, знакомых найти семью с детьми, где задачи воспитания аналогичны вашим. И из них создать такой круг общения. Ходить на дни рождения, вместе праздновать покров Божьей Матери, ходить в храм, то они в наш, то мы в их. Воскресную школу, то они в наш, то мы в них смотрим, как, чего, они всё рассказывают, показывают. Можно целую жизнь организовать достаточно для этого пяти семей. Но потом возникает школа, как необходимость. Или не возникает. Берёшь и начинаешь учить дома. А в школу ходишь раз в году сдавать необходимые предметы. Получаешь все пятёрки. И идёшь, едешь в Анапу, на курорт. Купаться, плавать. То есть, вот дело воспитания, это начинает рождение ребёночка. До 21 года, когда его женить. И всё за него выбирают родители. Не то, что вот выбирают. Хотя некоторая вещь, как меню, можно и выбрать. Но, с другой стороны, надо научить его и самому выбирать. И неплохо бы вообще ребёночку лет с 15-16 уже начинать работать. И в бюджет семьи вносить. Потому что, если он самостоятельно прошёл школу, к 15-ти годам можно её туда и обратно всю школу пройти, то можно и поработать. Он научится общаться с начальником на работе, с бухгалтером, с кассиром. Научится домой деньги приносить. Ну, в общем, очень нужная вещь. Но вообще соблазн, когда человек выходит в самостоятельную жизнь, он, конечно, атакует беспощадно. Нет, но это зависит от того, насколько крепко родители воспитали. Ведь можно же всё это объяснить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!